Здарова, народ! Это новый эпизод. Скушайте бутерброд, с икрой, с колбасой или с чем вы там хотите. В общем, погнали! Устроили? Что? Что устроили-то? Ребята, извините, я просто на вписке. Несколько лет назад в продаже появились первые 3D принтеры. И вот как их научились использовать. Конечно, любой нормальный человек вместо пива в аппарат положил пачку денег. Но делать копии денег это уголовное преступление. А делать копии пива это прикольно. За добавкой в магазин бегать не надо. А вообще все с нетерпением ждут того момента, когда можно будет скачивать пельмени по интернету. Вот тогда заживем. Лишь бы в торрентах раздачу не прикрыли. Столько бы картриджа на все копии хватило. У вас дома есть рыбки? А когда вы их кормите, они ведут себя так же, как и эти? Их что, раз в году кормят? Или хуже, только перед президентскими выборами? А может так и есть? Эта девушка просто кандидат в президенты и пришла, так сказать, покормить народ. А в конце, наверное, пообещала, что если рыбы будут голосовать за нее, то в будущем корма будет еще больше. Типа, за реформ текущих норм, чтобы рыб всегда был корм. А вообще там было много таких бассейнов с рыбами. А может это, типа, такой конкурс между ними? Сплески какого аквариума будут громче? Интересно, а что будет, если девушка однажды забудет... Ребят, мы тут снимаем. Ребят! Блин, стой, 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 не надо. Мы же профессионалы. Пойдем отсюда. Чем надо место потише найти, слышишь? Слышит, цени. Так, ладно, все, давай снимать дальше, короче. Что за фигня? Смотри. Девчонки, расступитесь. Слышите, там живой? Что, если не очень? Не снимайте, самому. Беспредел какой-то. Да, блин, дайте повесить, это нормально. В общем, следующее видео... Блин, оно у оператора осталось. Так, телефон, ништяк. Так, я выяснил, что это телефон Саши Спилберг, и единственное видео, которое я нашел, там было вот это. Это видео я сняла после того, как посмотрела документальный фильм про Майкла Джексона This is It. Да, я когда-то фанатела от Майкла Джексона, так как девочки фанатеют от Джастина Бибера. Знаете, что я сказала? Мое сердце все еще принадлежит тебе. Я твоя девушка Олень. Не удивительно, что у меня нет парня. Короче, видео я посмотреть так и не смог, но я слышал, что люди с фамилией Спилберг плохо не снимают. О, вот ты где, слышь? Давай, вставай, работаем. Давай, вставай, работаем. Давай, вставай, работаем. Давай, вставай, работаем. Алло, Настя, слушай, приезжай, забирай меня, пожалуйста, потому что это жесть какая-то, больше не могу, слушай. Они опять идут, я... Саш, стой, стой, я твой телефон нашел, на. Спасибо. Береги, как зенит сок, инструкции там есть. Счастливой тебе, удачи. Всех моих подписчиков тебе. Спасибо. Без проблем. Слушайте, там есть какой-нибудь свет, включи, пожалуйста. Быть мэром очень сложная профессия, постоянные поездки, встречи, обещания. Я думаю, до 1 ноября мы с вами придем на эту трассу, красивую, и тогда уже и движение откроем здесь. Вполне обычное выступление политика. 5 сентября пообещал открыть дорогу к 1 ноября. Главный вопрос, откроют или не откроют? 15-го, еще раз говорю, как погодные условия будут, мы с вами должны запустить там движение. А в чем первое удалось открыть? Автобусное. Первое, почему не удалось открыть? Пообещали, что первое откроют. А кто обещал? Вы. Я? Посмотрите, в свои эфиры мы все, и Иванов вам говорил. И это по графику, коллеги, 15-го, 20-го ноября, это везде было. Еще и врет открыто. Действительно, а кто вам обещал? Может, я пьяный был, а по пьяни я еще не такое забабахать могу. Но вчера вот такую взятку дали. Врешь, таких не бывает. Да ты на мой загородный дом посмотри. Ну ошибся, мужик, много работы, башка чуток другим загружена. Откроет он дорогу 20-го ноября, как и обещал, не волнуйтесь. Да что вы пристали с этой дорогой? Ну что вы пристали? Вот с этой дорогой. Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим на эту дорогу. Ну вот, это что, вот, вот, люди, а журналисты спрашивают. Да что вы пристали с этой дорогой? Он же не сказал, в каком году ее откроют. И, кстати, вы не заметили, что с каждой следующей датой лицо у мэра Липецка становится все круглее и круглее? Распух, наверное, на нервной почве. Первого, а кто обещал? Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим. А на самом деле мэр не виноват. Ну вот, это что, вот, вот, люди... Он просто задание свыше получает и, наверное, неправильно понял знамение. Надеюсь, зарплату таким депутатам также выплачивают. Так что, ребят, перед тем, как идти на антюры... Да пацанец! Давайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова